Сенсационное открытие 2017 года. Многие невероятные истории, теории заговора и фантастические гипотезы оказались правдой. Теперь заявления американца Майка Хьюза уже не кажутся безумными. Земля, утверждает Хьюз, на самом деле плоская. Этот факт от нас скрывают. Кто и зачем путает следы, выдавая правду за ложь и наоборот. Остров Кюсю, Япония. 7 марта 2018 года. В этот день зарегистрировано 10 взрывов на извергающемся вулкане Симуэ. Над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 3000 метров. Власти Японии объявили в регионе третий уровень опасности из пяти возможных. Но специалисты уверены – извержение вулкана вызвано искусственно. Италия. Рим. 26 февраля 2018 года. Площадь Святого Петра под снежным покрывалом. Такого обильного снегопада в вечном городе не было несколько десятилетий. Закрыты школы. Встал общественный транспорт. Температура упала ниже нуля. В народе поговаривают – это Москва наслала на Европу сибирские морозы. В США. Январь 2018 года. От холода крокодилы вмерзают в лед, а игуаны падают с деревьев. В некоторых штатах температура упала до минус 30 градусов. Есть жертвы. В США уверены – во всем виновата Россия. Между тем, в самой России погода далека от идеала. В середине марта в центральной части страны – снегопады и 20-градусные морозы. Неужели это действительно результат применения климатического оружия? Еще вчера такие предположения казались безумием. Но что, если эта конспирологическая теория окажется правдой? Почему безумные идеи становятся реальностью? Это оружие создано, оно действует. Кто и зачем придумывает невероятные теории? Взрывается информация, превращается в дезинформацию. Знаешь, что делать? Как абсурдные предположения оказались правдой? Она не прямая, как доска, а она скорее, как небольшая глубокая тарелка. И почему эта правда стала открываться именно сейчас? Смысл жизни существования вообще человечества заключается в создании такого всемогущего суперсущества. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Субтитры создавал DimaTorzok США. 2013 год. ЦРУ заказывает у Национальной Академии Наук исследования по вопросам управления земным климатом. Стоимость проекта 630 тысяч долларов США. Ученые должны провести необходимые эксперименты и определить возможности воздействия человека на погоду. Само по себе исследование довольно безобидно. Но финансирование из бюджета ЦРУ вызвало массу вопросов. Тем более, что примерно с 2010 года климат едва ли не каждый день преподносит сюрпризы. Может, США наконец решили подвести теоретическую базу под уже существующие разработки? Американцы знают, о чем говорят. Один из первых случаев рукотворного изменения климата – операция «Шпинат», которую Соединенные Штаты Америки негласно проводили в Южном Вьетнаме с 1967 по 1972 год. В сезон дождей с самолетов в воздухе распылялся йодит серебра. В результате проливных дождей дороги, по которым партизаны Южного Вьетнама получали боеприпасы и оружие, превратились в непроходимое болото. Всего за пять лет в небе распылили 47,5 тысяч контейнеров йодистого серебра. Влияло ли оно на людей или не влияло, по вопросу, хотя на мой взгляд тоже влияло. Любые какие-то вещества, которые нарушают состав атмосферы, они не могут не влиять. В районах интенсивного сброса йодистого серебра действительно количество осадков возросло ежемесячно на одну треть. А вот детали еще одной малоизвестной операции во Вьетнаме. Она называлась «Римский плуг». С помощью вот таких гигантских бульдозеров со специальными острыми ножами были срезаны десятки тысяч гектаров плодородной почвы. До сих пор плодородие почвы практически равно нулю. То есть там не произрастают те виды как диких растений, которые характерны для этого региона, так и практически снизилась сельскохозяйственная ценность этих угодий. Также последствия достаточно очень сильные, связанные с количеством рыбы, которая водится как в Дель-Тимиконго, так и в прибрежных районах, которые омывают Вьетнам. В эти же годы правительство Кеннеди активно поддерживало научный проект «Яростная буря». Это были эксперименты по управлению ураганами. Ученые подсчитали, один ураган содержит в себе столько же энергии, сколько вырабатывают все электростанции мира вместе взятые. Управлять ими пытались с помощью все того же йодистого серебра. Американцы утверждают, что якобы где-то в 89-м году один из ураганов, который шел на Таити, они развернули в другую сторону. Вообще, может быть, когда это в сторону Атлантики, это одно, когда где-нибудь, например, в Южно-Китайском море, то если развернут ураган от Тайваня, он пойдет на Китай, на Вьетнам и так далее. То есть это вещь крайне опасная. Сегодня от йодистого серебра отказались. Вместо него используют растительное масло. Ученые предполагают, что свою силу ураганы набирают от тепла, который образуется на поверхности моря из-за потепления климата. Но если покрыть поверхность моря масляной пленкой, то вода охладится, и мощность урагана уменьшится. США. 1999 год. ЦРУ рассекретила детали проекта «Тюлень» по созданию оружия для того, чтобы искусственно вызвать цунами. Для этого предполагалось взорвать под водой мощный заряд определенной конфигурации. Гигантская разрушительная волна по своему эффекту была сравнима с природным цунами. Военно-морской флот США совместно с Новой Зеландией провел 3,5 тысячи подобных взрывов. Раз такое оружие создано, может быть, его активно используют? И все известные цунами последних лет вызваны именно им. Вообще гениальность человеческой цивилизации, она заключается в том, что все, что вообще человечество придумало, так или иначе пытаются превратить в оружие. Франция. Самюр. 8 июня 1944 года. Первая в мире сейсмическая бомба пробила 18-метровый слой горных пород и взорвалась в железнодорожном тоннеле. Это помешало переброске немецких войск после высадки союзников в Нормандии. Позже подобные бомбы были использованы во время операции «Буря в пустыне», а также в Ираке и Афганистане. Именно применением этого оружия многие ученые объясняют огромное количество разрушительных землетрясений, которые, начиная с 1997 года, случаются в этом регионе несколько раз в год. Впрочем, США уже почти не скрывают, что обладают устройством, которое способно в нужный момент и в нужном месте тряхнуть Землю. Можно вызвать искусственные землетрясения в любой точке планеты. Искусственно, подчеркиваю. Это оружие создано, оно действует. Существует сверхглубокая шахта, где можно определенным образом воздействовать на ядро Земли определенными импульсами. Причем этот импульс может направлен быть с таким вектором, что он может выйти в Америке, в Китае, где угодно. Южная Корея. 3 сентября 2017 года. Военное ведомство зафиксировало крупное землетрясение магнитудой 5,6 балла на территории Северной Кореи. Комментариев из КНДР не последовало. Однако в это же время там проводились самые мощные в истории ядерные испытания. Они, скорее всего, и стали причиной подземных толчков. Что интересно, полигон северокорейский расположен, подземный полигон в шахте, там взрывается все, на расстоянии нескольких десятков километров, как от китайской, так и от российской границы. То есть стык границы. После ядерных испытаний в КНДР Токио поднял в небо самолеты, чтобы наблюдать за тревожным соседом. Страна восходящего солнца, находясь в сейсмически опасной зоне, особенно остро реагирует на действия Пхеньяна. С сентября прошлого года землетрясения в Японии происходят почти каждый день, причем их сила выше 5 баллов. Может ли это быть простым совпадением? Земная кора – это многовекционная система, попросту говоря. И механизм ее до сих пор не изучен. То есть в каком-то удачном месте будет взорван ядерный взрыв, он приведет к какой-то реакции, может быть, даже совершенно другой, на сотни или тысячи километров, в другом месте, повторяю, земной коры. Зима в Европе тоже может быть не случайно. Но Москва ли тому виной? Взоры метеорологов обратились в Китай. В Новый год Поднебесная, чтобы вызвать осадки, произвела засев облаков. Специально для этого впервые использовались беспилотные дроны. Эта новость обошла все информагентства, и ни для кого не осталось тайной. Так что можно уверенно сказать, управление погодой – свершившийся факт. Причем последствия, они неконтролируемые. Они могут как воздействовать на противную сторону, так же и на собственную, так сказать, кто запускает это оружие. То есть управление, понимание, значит, природы этого явления, этой технологии, и управления нету. И поэтому это очень опасные игры. Почему громкие теории заговора вдруг обрастают фактами и признаниями очевидцев? Общественность потрясена. То, что казалось не более чем выдумкой, объявляется правдой. Подтверждает правдивость конспирологических теорий тех, кто раньше их высмеивал. Средства массовой информации и правительственные чиновники высшего ранга. Термин «конспирологическая теория» был придуман в ЦРУ. В 2013-м это доказал профессор Ланс Смит. Тогда же мир потрясли сенсационные разоблачения Эдварда Сноудена, после которых, как утверждают конспирологи, операция «Прослушка» приобрела еще большие масштабы. 11 сентября 1990 года президент Джордж Буш-старший обратился к Конгрессу. Сегодня уникальное время. Возникает наша цель – новый мировой порядок. Новая эра, свободнее от угрозы террора, сильнее в стремлении к правосудию и более безопасно в поисках мира. Америка и мир должны защитить общие жизненные интересы. И мы будем. Америка и мир должны противостоять агрессии. И мы будем. И еще одно. В погоне за этими целями Америка не будет запугана. Буш говорил о мире, свободе и безопасности. Но фактически это выступление стало началом эры, когда ради нового миропорядка принимается решение воевать. Трамп сегодня вокруг этой темы очень активно ходит. Ему нужно, как это обычно бывает, провести такую войну до поднятия собственного рейтинга. Ну и самое главное, для стабилизации своей финансовой системы. Это та тенденция мирового жандарма и мирового провокатора, на которой четко сегодня на эти позиции стали Соединенные Штаты Америки. Начиная с 1990 года, США приняли участие в 12 крупных военных конфликтах. Персидский залив, Ирак, Гаити, Сомали, Югославия, Ливия, Сирия. На поддержание нового миропорядка были потрачены десятки триллионов долларов. Там мутная водичка, те международные конфликты, которые инициировались. Это удобный способ зарабатывания денег, в котором для банковского капитала не важен результат, а важен процесс. Процессы можно зарабатывать как на поражениях, так и на победах. Поэтому вся эта история устраивала. Сразу после распада СССР в начале 1992 года в США появилось руководство по военному планированию. Теперь можно вести упреждающие войны для ликвидации оружия массового поражания. В 2003 году администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, в Ираке есть такое оружие, и оно вот-вот будет применено. В результате президент Саддам Хусейн был казнен. В стране началась гражданская война, а оружие массового поражания не найдено до сих пор. И сегодня все понимают, это была ловко состряпанная фальшивка. Перед войной в Ираке госсекретарь Соединенных Штатов Колин Павел демонстрировал в Совете безопасности пробирку, в которой он говорил, что это сибирская язва, да, что вот в Ираке производят биологическое и химическое оружие. Но вот до сих пор там никто не нашел ни биологического, ни химического оружия, потому что это было вродиво. Сегодня США считают себя единственной сверхдержавой на планете, которая ответственна за мир. В апреле 2016 года это подтвердил тогдашний президент Барак Обама. Я убежден, что Соединенные Штаты, как единственная в своем роде сверхдержава, несут ответственность за ситуацию во всех районах мира, где возникают волнения, войны и конфликты, и должны действовать там как положительная сила. Но я без колебаний приму решение об использовании американских войск, если этого потребует интересы национальной безопасности. Вот как работает фирменная демократия США. Под ее знаменами Америка незаметно подчиняет себе весь мир. То, что все называют глобализацией, на самом деле является формой американского мирового господства. Вот что такое мировой порядок по их представлению. Но все дело в том, что мы находимся на своеобразном шифте, на своеобразном сдвиге в мировой политике вообще. Потому что время, когда была система, в которой были старшие и младшие, в силу действия второго закона термодинамики, нарастания энтропии, оно кончилось. Ни одно государство мира не беспокоит США так, как Россия. Территория нашей страны, природные богатства, сила и ведение внешней политики независимо от Вашингтона. Вот что тревожит Америку. Поэтому первостепенная задача – предотвратить появление нового конкурента. Их крайне беспокоит государственный политический, экономический суверенитет России. Для них это угроза номер один, как они считают. Высшие должностные лица Пентагона публично называли Россию экзистенциальной угрозой для США. При этом они подчеркивают, что Россия – единственная страна на Земле, которая располагает ядерным потенциалом, способным уничтожить Соединенные Штаты. В 2017 году в Нью-Йорке был принят договор о запрещении ядерного оружия. Планировалось, что этот документ подпишут в первую очередь все страны так называемого ядерного клуба. То есть те, кто обладает ядерным оружием. Но первые, кто отказались от подписания, были США. Россия также отказалась ставить подпись под документом. Отказываться от ядерных арсеналов мы пока не можем, хотя и готовы были бы к какому-то их сокращению в настоящее время, и готовы на эти темы вести переговоры, но на разумной основе. Однако США заявляют, что готовы применить ядерное оружие в любой момент по любому поводу. Но как быть с тем, что Америка, одна из творцов нового мирового порядка, постоянно нарушает или затягивает подписание фундаментальных международных соглашений, а также уклоняется от их выполнения? Смотрите далее. Голливудская докудрама. Развязка сирийской войны. Кто спонсировал постановку? Выполняет постановочные съемки и фалисифицирует доказательства. Главная тайна Европы. То и для чего создал Орден Дракона. У него символ – это дракон, который хватает себя за хвост, кольцо. Заговор Белоснежки. Какую роль в этой истории сыграл голливудский актер Том Круз? Людям это нравится. Нравится, когда их немного эпатируют. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Очень скоро в конфликт оказались втянуты многие мировые державы. Для тех, кто привык видеть тайный смысл за событиями, само по себе сирийское противостояние было предсказуемо. Однако война разгорелась необычайно быстро. Как будто какие-то определенные силы были готовы и ждали удобного момента. И когда он наступил, вооруженные до зубов банды явились проповедовать и насаждать свои ценности. Но готовы были не только бандиты. Война в Сирии с самого начала шла практически в прямом эфире. В ноябре 2017-го корпорация BBC опубликовала доклад, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Получены подтверждения, что Соединенные Штаты взаимодействуют с террористами в Сирии. Раскрытые подробности секретной сделки красноречиво свидетельствуют. Сотни боевиков и их семей бежали из сирийской раки при помощи спецслужб США. Сирия. Провинция Идлиб. 4 апреля 2017-го года. Здесь используется отравляющее вещество зарин, передает агентство Рейтер. Источник в американском правительстве уверяет, атака была проведена силами сирийского президента Башара Ассета. С этого момента становится очевидным. Война в Сирии – это не только хорошо подготовленная бойня, это еще и продуманная режиссерская постановка. Для несведущего зрителя картинка впечатляющая. Но был ли действительно применен зарин? Так называемые спасатели в белых касках, они работали без ОЗК, без противогазов, что в условиях применения зарина совершенно недопустимо. Потому что зарин все-таки достаточно устойчивое вещество, он держится порядка 8 дней при таких небольших температурах. Исследователи считают, что на кадрах могла быть частично постановочная история. Возможно, действительно применялись химические вещества, но никак не зарин, скорее хлор, либо ибрид. Выполняют постановочные съемки и фальсифицируют доказательства для западной публики, для западной коалиции, чтобы у них был повод для вмешательства. Именно после такой вот явно постановочной съемки 4 апреля было, потом нанесен ракетный удар по сирийскому аэродрому. Причем правительство Сирии предлагало экспертам из ОСХО приехать и взять пробы. Но они почему-то не захотели приезжать туда. Они так прекрасно знали, что ничего там нет. Можно, конечно, было бы обвинить сторонников теорий заговора в излишней подозрительности и наблюдательности, и их упрекали, и не обращали внимания на аргументы. Однако в октябре 2017 года госдеп США признает, химическое оружие в Идлибе применяли боевики Джабхат-Ан-Нусра, запрещенные в России. А уже в ноябре становится понятно, зачем нужен был удар по сирийской авиабазе и весь спектакль с Зарином и Томагавками. Великобритания. Лондон. Ноябрь 2017 года. Журналисты BBC сообщают сенсационную новость. Соединенные Штаты помогают боевикам в Сирии. Сотни бойцов бежали из сирийской раки при помощи спецслужб США. Журналисты провели расследование и выяснили, 97% оружия было поставлено из Америки и Саудовской Аравии. Получается, война в Сирии – это хорошо продуманный перформанс. Декорации, съемки, спецэффекты – настоящий голливудский размах. Все эти трагедии, все эти теракты – это постановки. И уже огромное количество людей, которые измеряются миллионами в сети интернет, в России как минимум, знают об этом и знают, что мировое правительство в основном всегда использует именно постановки. Получается, заказчиком войны в Сирии было мировое правительство. Значит, оно все-таки существует? Но кто входит в него? И какие силы стоят за ним? США, Калифорния. 2000-й год. Долгие годы Богемскую рощу считали элитным закрытым мужским клубом. Но теперь на собрание проник смельчак с видеокамерой, и мир, наконец, узнал правду. Выяснилось, что в этом лесном уголке собираются политики и бизнесмены, причем не только из США, но и из других стран. Кроме того, все они участвуют в церемонии, во время которой поклоняются 12-метровой цементной сове, символу иллюминатов. Может быть, это и есть собрание тайного мирового правительства? Или это отвлекающий маневр? Иллюминаты вышли из тени. В России открылся официальный сайт этого тайного общества. Здесь можно прочитать подробную информацию об Ордене. Правда, ресурс периодически подвисает, поскольку контролируется каждое нажатие на клавишу. Кто представляет это тайное правительство, известное под именем иллюминатов? Правда ли, что их отбирают с детства? Есть особые признаки, по которым они узнают друг друга. Значит, это определенная группа людей, которые занимают очень высокие посты. Это тотальный контроль над населением Земли. В руках иллюминатов сосредоточены все богатства нашего мира. Они завоевали всю планету. Их представители в Ватикане, в НАТО, в Голливуде, в правительстве США и многих европейских странах. Они управляют всем, оставаясь незаметными. Сегодня эта информация известна всем. Ордену иллюминатов незачем скрываться, поэтому он смело вышел из тени. Однако несколько веков назад им было кого бояться. Орден дракона был создан в 1408 году королем Венгрии Сигизмундом I. Его задача – защита венгерского королевского дома от внутренних и внешних врагов, а католической церкви – от еретиков и язычников. В орден вошли польский король Владислав Егелонский, принц литовский Витофт, король Баварии Кристофер III и другие члены королевских европейских семей. Самые известные представители этого ордена – это орден храмовников, это Влад Цепиш, он же Влад Дракула, и некоторые другие персонажи известные. У него символ – это дракон, который хватает себя за хвост, кольцо. Дракула на румынском языке означает «сын дракона». Это прозвище было дано Цепишу именно потому, что он состоял в ордене дракона. Знак ордена – золотой дракон, обвивший свою шею, а над ним красный крест на золотом фоне. Эта эмблема символизирует священный Грааль. Сегодня орден дракона – это самое закрытое из всех тайных организаций. В нее входят видные влиятельные европейские аристократы – потомки Габсбургов, Стюартов и Романовых. Патроном ордена является Майкл Стюарт, герцог албанский, наследный принц шотландской династии. Эта династия считает себя потомками Иисуса. Одна из целей ордена – возрождение кода Грааля. Возможно, императорские династии объединились, чтобы противостоять иллюминатам? Пока это еще одно белое пятно истории Европы. Но недавно выяснилась правда о другом заговоре. На мировое господство претендовала церковь саентологии. Это четкая секта, что называется, от бизнеса. То есть там настолько сильно переплетен бизнес и духовная составляющая, назовем так, что именно это позволило данному учреждению получить некую пальму первенства среди себе подобных. Саентологам приписывали много заговоров. Секта практически со времени своего существования постоянно имела трение с ФБР. В 1976 году их жертвой едва не стала писательница Палет Купер за критическую книгу «Скандал саентологии». Ее пытались признать невменяемой и поместить в психиатрическую клинику. Против нее выдвигали судебные иски, устраивали провокации. Секта готова была пойти даже на крайние меры. Планировалось покушение на жизнь журналистки. Однако план по ее ликвидации был сорван благодаря раскрытию операции «Белоснежка». Надо понимать, что все секты практически, они создаются спецслужбами любой страны, там, где это происходит. Все секты, они даже если она создается кем-то, то она обязательно контролируется спецслужбами. Не бывает секты, даже маленькой, которая не контролируется спецслужбами. В 1977 году несколько человек сумели вырваться из секты саентологов. Именно они рассказали ФБР о заговоре саентологов, который носил кодовое название «Операция «Белоснежка». Целью операции было проникновение членов секты в американское правительство и правящие круги западных стран. Были арестованы многие руководители организации. Однако общественность продолжала поговаривать о том, что секта не прекратила свою деятельность. И лишь в конце 2017 года стали известны подробности. Оказывается, 5000 агентов в 30 странах по всему миру воровали разные секретные документы, а также составляли досье на политиков и общественных деятелей, которых заманивали в секту шантажом и подкупами. Наверное, треть, как минимум, сект по всему миру, любых, в основном и создана спецслужбами. Мы берем определенную группу лид, дарим им некое новое представление о реальности, ставим над ними, опять-таки, некоего пастыря, который должен в них это представление о реальности определенным образом поддерживать, и смотрим, а что же из этого получится. Секта – это способ контроля в том числе. Они для этого и делались. Сегодня церковь саентологии во многих странах объявлена тоталитарной сектой. Однако саентологи активно действуют. Среди них множество известных людей. Возможно, тех самых пастырей. Джон Траволта, Бритни Спирс, Джоннифер Лопес, Брэд Питт. Ну а лицом секты давно считается Том Круз. Последнего саентологи объявили чуть ли не новым мессией. Я предполагаю, что Том Круз с одной стороны верит в секту и в ее, так скажем, силы, в ее техники, технологии, методологии. С другой стороны, это может быть и взаимовыгодным сотрудничеством. Потому что, представьте себе, одно дело просто актер, а совсем другое дело актер-мессия. То есть это, с точки зрения персонального бренда актера, тоже играет не последнюю роль. Сторонников конспирологических теорий обычно не воспринимают всерьез. Их постоянно дискредитируют, объявляют сумасшедшими. Над их доводами откровенно смеются. Однако в последнее время все больше самых невероятных теорий оказываются правдой. Но кому-то очень нужно, чтобы эта правда как можно дольше оставалась вымыслом. Смотрите далее. Лот-Несскому чудовищу нашли объяснение. Теория пола Земли подтвердилась. Наше пространство, оно слоистое, наша реальность, она не единственная. Кто управляет нашим миром? Правда о влиятельных людях шокировала общественность. Кто-то отбраковывается, погибает, а кого-то потом тихо изъяли. Работа над Суперменом. Чем озабочены ученые всех стран мира? И кого они создают в лабораториях? Существование вообще человечества заключается в создании такого всемогущего суперсущества. Одна из конспирологических теорий гласит, людьми управляет серая раса. Это разумные ящерицы. Якобы члены правительств, европейских стран и многие публичные люди – рептилоиды. Называются имена Марка Цукерберга, певицы Рианы, Анжелины Джоли, даже королевы Елизаветы. Британский монарший дом, конечно же, хранит молчание. Не опровергает и не подтверждает принадлежность династии Винздеров к гипотетической змеиной расе. А вот премьер-министру Новой Зеландии пришлось в одном из интервью доказывать свое человеческое происхождение. Сенсация! У людей, мышей и змей обнаружен одинаковый ген. Такую информацию в октябре 2015 года опубликовал научный журнал Developmental Cell. Это открытие шокировало широкую общественность. Но почему оно не удивило узкий круг посвященных? Косвенных доказательств существования рептилоидов предостаточно. Особенно если опираться на учения психолога Карла Густава Юнга о природной части нашего сознания. То есть одна из старейших структурных частей нашего мозга – рептильная. Ей больше ста миллионов лет. Получается, все мы немножко рептилоиды. Возможно, не случайно в книгах и фильмах появляется множество историй о змеиной расе. Ее представители обладают сильными магическими знаниями и говорят на древнем, неизвестном людям языке. Мне кажется, такие вещи, они, как правило, на поверхности находятся. За редким исключением, когда у писателя какой-то дар, талант, и он видит далеко вперед, может что-то такое себе представить, что его современники даже рядом, они даже в этот момент его не поймут. Вообще, о чем он говорит. По одной из версий, змеиная раса до сих пор обитает в пещерах и водоемах внутри Земли. Согласно этой теории, наша планета полая, с внутренним Солнцем. Еще в античные времена высказывали предположения о том, что наша реальность, она слоиста. То есть и перегородка между этими реальностями достаточно тонка. Как я уже объяснял, в местах с аномальной энергетической активностью выделяется колоссальное количество энергии, которое может просто на время истончить эту перегородку. Этим же объясняются и пропавшие люди, допустим, человек шел и пропал. Версия слоистой реальности объясняет и феномен Лохнесского чудовища. Вот почему змеи и рептилии могут появиться прямо из-под земли в разных уголках нашей планеты. Сначала писатели-фантасты, а теперь уже и исследователи гипотогенных зон объясняют это явление. Все мы в детстве читали сказки, кто-то и во взрослом возрасте детей детям читал, где описаны змей, горынычи, бэбы, ежки, прочие там сущности нереальные. А не то же самое ли это может быть, что в какой-то момент кто-то в древности попал через такую перегородку в параллельную реальность, увидел это все своими глазами, вернулся, записал, пересказал. Что еще нам предстоит узнать в 2018 году? Во что поверить и что принять? Земля – один единый зоопарк, над которым право волят пришельцы свои эксперименты. И поэтому надо нашей цивилизации объединяться в единую планетарную, моноязычную. И снова исследователи говорят об инопланетях. Версия о том, что нами управляют представители других цивилизаций и ставят опыты над землянами, не покидает умы конспирологов и ученых. Мы не единственная цивилизация на Земле. В настоящем и до нас уже было множество цивилизаций. А вот теперь посмотрите, а где их останки? Где останки сооружений, зданий, транспорта? Хотя косвенные какие-то доказательства на это указывают. Остались только каменные, то есть из естественного материала. Пирамиды, здания, еще какие-нибудь сооружения. США. Каскадные горы. 24 июня 1947 года. В этот день были замечены несколько неопознанных летающих объектов, которые летели с севера на юг на высоте примерно 3,5 километра вдоль главного хребта. Потомок свидетеля тех событий, индейец племени Апачи Роберт «Утреннее небо», написал книгу «Терра. Неизвестная история Земли». Согласно его версии, люди были созданы инопланетянами для выполнения работ. Но в борьбе за власть один из них и ввел людям свою ДНК. И тем самым утвердил свое господство. Кровь инопланетных предков течет в жилах землян. И так или иначе, дает о себе знать. Когда задают вопрос, куда делись предыдущие цивилизации. Этим мы тоже занимаемся давно. До 6 миллионов ежегодно изымается безвозвратно. До 60 миллионов проходит ротационное похищение. Согласно этой версии, инопланетными цивилизациями ведется эксперимент. И на протяжении многих веков идет отработка ненужного биоматериала. Именно поэтому, утверждает эксперт, исчезают многие народы. Ставится эксперимент медико-биологический, как те или иные химические вещества могут изменять плод ДНК нашей популяции. Кто-то отбраковывается, погибает, а кого-то потом тихо изъяли. Особенно третья страна, там никто никого не считал. Граница Индии и Китая. Ночь с 15 на 16 августа 2003 года. В течение нескольких часов в горном районе так называемой 51-й зоны одномоментно пропали 350 тысяч женщин детородного возраста. В Америке между правящими элитами разразился скандал. Исследователи внеземных контактов уверяют, женщин изъяли для медико-биологических экспериментов. Поэтому роль человека заключается в том, чтобы вывести новое существо гораздо быстрее. То есть путем модификации себя, путем анализа того, как все устроено до него, и изобретение вот этого суперсущества. Или мы можем пофантазировать еще дальше, что смысл жизни существования вообще человечества заключается в создании такого всемогущего суперсущества, которое способно контролировать Вселенную. Вполне может быть, говорит Алексей Жарков, что смысл существования нынешней цивилизации заключается именно в создании такого существа. Смотрите далее. И все-таки она плоская. Неужели Пифагор и Галилей ошиблись? Она не прямая, как доска, а она скорее как небольшая глубокая тарелка. Космос закрыт. Почему мы больше не летаем на Луну и Марс? Наше пространство и время, они нелинейны. ДНК имеет свой голос. Как можно изменить человека при помощи акустических колебаний? Хромосомы между собой разговаривают на уровне физических полей. Электромагнитных, акустических, спинорных полей. США. Нью-Йорк. Июнь 2013 года. Американец Аарон Алексис обратился в полицию с заявлением, что слышит в своей голове голоса трех человек. Они не дают ему спать и отдают приказы стрелять. Аарона сочли обычным шизофреником и не обратили внимания на его заявление. Двумя месяцами позже он устроил вооруженную бойню на Рот-Айленде. А недавно в США были обнародованы документы об исследованиях микроволнового слухового эффекта и телепатии. В них описывались эксперименты, в ходе которых волонтерам в мозг транслировали голоса. Американская общественность была потрясена. Говорите правду, и вы будете оригинальны. Или вас примут за сумасшедшего. Откуда берутся внутренние голоса, которые мы иногда слышим? Недавно финские ученые выяснили, подобные психические расстройства вызваны тем, что дополнительная моторная область коры головного мозга теряет свою активность. Может быть, человек просто находится под гипнозом? СССР. Москва. 1985 год. Институт физико-технических проблем Академии наук СССР. Старший научный сотрудник Петр Горяев работает над изучением свойств ДНК. Физики случайно измерили спектр пустого места, на котором несколькими минутами ранее находилась ДНК. Спектр получился таким, словно в пустом пространстве по-прежнему была ДНК. Исследования привели ученого к мысли. ДНК обладает звуковой частотой, слышит голоса и, вероятно, может говорить. И слышит. Если кто-то... Я вот с вами говорю, я говорю с вами с помощью поля. Понимаете? Вот хромосомы между собой разговаривают на уровне физических полей, электромагнитных, акустических, спинорных полей. Российские ученые сделали поразительное открытие. Живая человеческая ДНК может быть перестроена с помощью слов и фраз. Ключ к изменению находится в использовании нужной звуковой частоты. Мы берем готовые фразы, предложения, абзацы, тома. Можем прочитать, даже не понимая, но зная, что в конечном итоге вот такая информация, введенная в человека, она может его откорректировать. Например, вылечить от рака, продлить жизнь и так далее. Вот у нас, например, были женщины в нашей практике, им под 80 лет, да, они пожелали быть молодыми. Я им сказал, что так сразу не получится, но кое-что я вам сделаю. Петр Горяев рассказывает, эксперимент с пожилыми женщинами оказался успешным. И это было только начало. Если дальше внедрять текстовую программу в ДНК, то, вероятно, через какое-то время женщины могут избавиться и от морщин. Это похоже на управление временем. Не в этом ли секрет молодости некоторых магов и целителей? На самом деле генетическая информация, она является стратегом, знаете, такой генерлиссимус, который определяет всё и всю физиологию последующей, которая идёт от команд нашего квантового биокомпьютера. Нанобиокомпьютер. С помощью такого нанобиокомпьютера можно запросто перепрограммировать человека, придать ему новые черты лица, приказать делать определённые вещи, заставить думать так или иначе, создавать и менять целые поколения людей. Некоторое время назад социологи, психологи и даже медики заговорили о так называемых детях индиго. Это вот как раз та самая реализация этих технологий, которая кем-то использована для этих детей. Мы не знаем кем и как. Но маленький элемент этого мы уже поняли, в чём дело. Надо уметь обращаться с квантовыми эквивалентами генов. А гены, они обладают способностью быть речевыми структурами. Понимаете, наши гены, кроме того, что они входят в состав голограмм, значит, они ещё обладают способностью быть речевыми структурами. Мало кто знает, что происходит с детьми индиго, когда они вырастают. Эта информация тщательно скрывается. Учёные уверены, эксперимент зашёл слишком далеко. Он даёт очень большую власть обладателям этого знания над всем остальным населением Земли. Страшнее оружия нету. Оно тихое, оно незаметное, ничего там не взрывается. Взрывается только изнутри в наших клетках. Взрывается информация, превращаясь в дезинформацию. Понимаете, в чём дело? Поэтому можно сделать с человеком всё, что угодно. И к этому надо быть готовым. В Институте Горяева опыты над людьми, конечно, не проводились. Но при помощи определённых частот учёные смогли исправить генетические дефекты лягушки. Кроме того, без скальпеля, без единого разреза они преобразовали эмбрионы лягушки в эмбрионы саламандры. Кто ещё в мире проводит опыты в области лингвистико-волновой генетики? Каковы результаты этой работы? И сколько раз ещё какой-нибудь гражданин устроит стрельбу по приказу голосов в голове? У сторонников того, что нашей планетой кто-то управляет, появился повод быть уверенными в своей правоте. Космические пришельцы готовы закрыть проект Земля. «Наша планета больше не представляет ценности для инопланетной расы». Так считают многие уфологи. Но почему это произошло? Если нами управляют инопланетяне, то почему контакт с ними практически прекратился? Возможно ли, что они давно покинули Землю? Этому, похоже, есть доказательства. В начале 20 века человечество сделало резкий технологический скачок. Но потом произошла остановка. Ракеты падают. На Луну мы больше не летаем. НЛО фиксируется уфологами всё реже. И несмотря на бурное развитие технологий, дальний космос для нас по-прежнему недоступен. Почему же инопланетяне больше не испытывают интереса к голубой планете? Мы их не видим и не слышим. Почему? Потому что мы распространяем на них наши представления 50-х годов. Что цивилизация обязательно должна экспансию в космос, заселять что-то там, что-то изменять и так далее. Они этого не делают. А значит, и мы этого делать не будем. Потому что они уже реализовали наше будущее. Некоторые из них существуют на миллионы лет дольше нас. Никто никуда не прилетит. Возможно, мы неправильно представляли себе инопланетный мир. Существует ли он отдалённо от нашей Вселенной? Или пришельцы и земная цивилизация тесно связаны друг с другом? Как объект, отражённый в зеркале? Сейчас даже официальная наука это признаёт, что наше пространство и время, они нелинейны. Кроме наших тех четырёх измерений, которые мы, мы, людишки, можем воспринимать, существует ещё и бесконечное количество. То вполне можно предположить, что то, что действительно видят какие-то объекты люди, это может быть и инопланетное, и пришельцы из будущего, и пришельцы из параллельных миров. Впрочем, стопроцентной уверенности в существовании инопланетян, как и того, что они управляют нами, до сих пор нет. Так что эта невероятная теория пока остаётся теорией. Зато спустя много лет в общество вернулись споры о круглой и плоской Земле. И сторонники Пифагора и Галилея могут сейчас этот спор проиграть. Люди смеются, когда им говорят, что Земля плоская. Они это воспринимают как некую старую, забытую, когда-либо, когда-то давно, вот эту гипотезу, что вот, древние люди считали, что Земля плоская, и ты можешь доплыть до края и упасть. Смех смехом, но американец Майк Юс собирает деньги на создание ракеты. В его полёт вложились люди из разных стран. Сторонников того, что Земля не круглая, всё больше. Она не прямая, как доска, а она скорее как вот небольшая глубокая тарелка. Но она скорее-скорее плоская, нежели круглая. Это да. То есть мы должны с вами говорить, что да, поверхность нашей Земли, поверхность нашей Земли, по которой мы ходим, она плоскость. Плоская. Не как доска, ещё раз повторяю, а как вот, скажем, тарелка с небольшими загнутыми краями. По мнению конспирологов, всё, что мы видим, огромная база видеоматериала из космоса и с орбиты, ничто иное, как постановка на фоне зелёного хромакея. Но почему именно сейчас тайное становится явным? Кто стоит за этим разоблачением? И для чего в общество вбросили эту информацию? Куда-то нас всех подталкивают. Но при этом мы настолько малы и так плохо разбираемся в этих всех вещах, что мы видим какие-то флуктуации внутри этого потока. И нам они кажутся стратегическими направлениями. Так же, как колесо велосипеда. Там есть часть, которая вращается назад. Хотя велосипед движется вперёд. Ну, просто слишком маленький, чтобы увидеть всё колесо. Однако, если связать воедино все открытия последних десятков лет, то становится очевидным направление, в котором движется жизнь на нашей планете. Становится понятным, что ожидает наше общество в ближайшем будущем. Вполне может быть, что если задаваться вопросом, а зачем мы существуем, то, может быть, есть какой-то хитрый замысел именно у природы, для того, чтобы с помощью человека добиться какого-то нового эволюционного шага. То есть она рассматривает человека как необходимую ступень собственной, более эволюции, более высокого порядка. То есть прогресс самого человека. Учёные утверждают, что через каких-то несколько миллиардов лет вся наша Вселенная, а вместе с ней Солнце, все звёзды и, конечно же, наша планета, могут исчезнуть. Светило превратится сначала в красного карлика и, в конце концов, сожмётся до белого. Когда потухнет Солнце, наша галактика прекратит своё существование. Чёрная материя, иначе чёрная энергия, поглотит её, как сотни галактик ранее. И вот тогда нужен будет новый человек, который приспособится к новым условиям космоса. Изучение Вселенной перешло на другой этап. В приоритете сам человек. Поэтому сегодня нет смысла скрывать информацию. Поэтому правда, как вода из прорвавшейся плотины, хлынула в мир. Изобретатель и чудак Майк Хьюз несколько лет строит ракету и потратил на это уже около 20 тысяч долларов. В феврале 2018 года он планировал отправить корабль на орбиту и доказать, что Земля плоская. Старт отложили из-за технической неисправности. Остаётся дождаться развязки. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова